Алексей Козлов представляет Влияние на многих музыкантов, наиболее известным из которых был Клиффорд Браун Навар родился в штате Флорида Среди его предков были негрокубинцы и китайцы Он начал обучаться игре на рояле уже в 6 лет Однако к 13 годам он уже начал играть на трубе Закончив обучение в школе, он решил покинуть свой родной город И присоединился к танцевальному коллективу, направлявшегося на Средний Запад Но устав от дорожной жизни, получив очень много разнообразного опыта Он все-таки в 46 году поселился в Нью-Йорке Вот тогда-то и началась его карьера В Нью-Йорке он сошелся с Чарли Паркером, одним из создателей бибопа Но, как ни странно, постоянным участником его ансамбля он не стал Поскольку выдвинул слишком высокие требования в отношении оплаты Фец Навара страдал героиновой зависимостью Что в сочетании с туберкулезом и проблемой еще лишнего веса Привело к значительному ухудшению здоровья И в конечном итоге к смерти в возрасте 26 лет За свою короткую жизнь он успел поиграть или даже записаться Со многими известными джазменами Такими как Кенни Кларк, Тед Дэмерон, Колман Холкинс Иллинойс Джекет, Барт Пауэлл и Чарли Мингус И все-таки вошел в историю, несмотря на очень короткую жизнь Ну а теперь давайте послушаем довольно редкие записи этого трубача Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok